Избитый и ограбленный человек обратился в комсомольский отдел полиции. Оперативники заявителя коротко опросили и быстро разобрались с ситуацией. Выяснилось, что мужчина ходил в гости к знакомой, которого гостила его спиртная. Во время застолья в квартире женщины находились и другие гости, в том числе двое незнакомых заявителей мужчин. В это время в мобильный телефон потерпевшего поступило СМС-сообщение, в котором было написано о зачислении на его счет заработной платы. Заметили или нет зарплатную СМС-ку незнакомцы, которых застал у своей приятельницы мужчина, неизвестно. Однако сразу после этого между ними и потерпевшим случился конфликт. Только что получившего зарплату гражданина избили самым жестоким образом. Двое гостей начали драку, после которой один из них достал из карман заявитель мобильный телефон и карту с денежными средствами. Мужчина отправился в банкомат, где сняли со счета потерпевшего около 45 тысяч рублей. 42-летний мужчина с трудом добрался до отдела полиции. Рассказал о произошедшем лишь вкратце. По внешнему виду потерпевшего было очевидно, что он нуждается в неотложной врачебной помощи. Так сильно избили его грабители. Через несколько часов, пострадавший от действия злоумышленников, мужчина обратился за помощью в органы обученных дел. Сотрудники полиции увидели, что мужчина нуждается в врачебной помощи. И на служебный автомобиль доставили его в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него переломы ребер, костей лица, закрыты черепно-мозговые травмы, гематомы глаз. Оказав пострадавшему от нападения человеку помощь, полицейские передали его врачам. Сами немедленно приступили к поисковому мероприятию. Вначале оперативники отправились в квартиру, где было совершено преступление. Как оказалось, укравшие мобильникой карту преступники снова побывали там. И угрожали свидетелям нападения. Сказав, что сейчас он ему покажет, подозреваемый достал из кармана нож и начал угрожать присутствующим убийством. После ухода дебошира женщина, испугавшись за своей жизнью здоровье, обратилась за помощью в органы внутренних дел. Сотрудникам полиции фигурант заявил, что нож взял с собой случайно, потому что шел к бабушке и собирался его точить. В отношении подозреваемого было возбуждено еще одно уголовное дело. По факту угроза убийства. Сотрудники местного уголовного розыска сумели оперативно установить личности столь агрессивных и опасных в своих криминальных проявлениях граждан. Как выяснилось, один из фигурантов ранее уже неоднократно конфликтовал с законом. В результате комплексно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска личности подозреваемого были установлены, а сами они задержаны. Ими оказались двое жителей Комстомольского района 20-21 года. Двадцатилетний подозреваемый ранее неоднократно выпадал в поле зрения правоохранительных органов. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и причинения тяжкого вреда здоровью. Двадцатилетний летний космолчанин ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расскажите, пожалуйста, по какому поводу в отделении полиции находитесь? Содержанно. Обвиняюсь в 111 отъят. Расскажите об обстоятельствах. Рёбра сломали человеку. Трёгкое заделывание. А в связи с чем? Разругались. Преступление было совершено фигурантами в пьяном виде. Интересно, что один из них, тот, который ломал потерпевшему ребра, отмечал в день совершения преступления свой день рождения. Вы его побили. Что дальше делали? Вытащил мой телефон с карты. Говорит, сейчас в банк поедем. Я сначала не понял, зачем. Короче, мы кассели в машину, он мне сказал, что деньги надо снять. Мы приехали в банк, он мне дал карту, надо сними, мне что-то надо позвонить. Мне сказал пин-код. Сотрудники полиции нашли записи камер наблюдения, на которых видно, как предполагаемые преступники обналичивают чужие деньги. Со счета потерпевшего налетчики сняли 45 тысяч рублей. Сейчас один из фигурантов этой криминальной истории, тот, что ломал ребра человеку, помещен в следственный изолятор. Второй находится от подписки о невыезде. По фактам кражи и причине тяжкого вреда здоровью, возбуждены уголовные дела. Продолжаются поиски похищенных вещей у заявителя.